Девушки отдыхают Ответ на этот вопрос найти немного сложно Потому что иногда жизнь жестоко вырывает ваши лепестки, ломает вас пополам и бросает в мусорное ведро А когда ты сломлен, очень трудно чувствовать себя особенным Я вам так скажу, все люди цветы Кто-то цветет, кого-то сломали и выбросили Я помню, как впервые сломался Мне было 17 лет, меня выгнали со школы И я был арестован Я не боялся полицейских Но был один человек, которого я очень боялся Это была моя мама Поднимите руку те, у кого была эмоциональная мать Дайте-ка я посмотрю Соберите всех своих мам вместе, и вы получите мою маму Подходя к полицейскому участку, она так орала, что даже копы ее боялись Она подошла ко мне Взялась за железные прутья Посмотрела мне в глаза И я увидел, как по ее лицу катится слеза Я и раньше видел, как моя мама плачет И у нее есть три вида слез Слезы радости Слезы печали И слезы стыда И когда сын видит, как его мать плачет от стыда Тогда и наступает переломный момент Она посмотрела на меня и сказала Сынок, я хочу, чтобы ты был лучше В ту ночь, когда я ехал домой Отец ждал меня дома У меня очень классный отец Поднимите руку, если у вас классный отец Так вот, собрав их всех вместе, вы получите моего отца Он подошел ко мне и сказал Сынок, все нормально, не переживай Тебя исключили со школы, ты прошел через арест И это хорошо Потому что теперь я хочу, чтобы ты немедленно Устроился на работу И я сказал, окей Мой отец отвел меня на встречу с одним его другом По имени Сэм Сэм был бухгалтером У него была своя бухгалтерская фирма Он великодушно решил сделать меня Своим личным помощником Сэм был похож на плюшевого мишку Но было в нем что-то особенное Я посмотрел на него Он посмотрел на меня А потом он сказал удивительную вещь Он сказал Знаешь, я вижу в тебе есть что-то особенное Но пока не знаю что Если ты решишь поработать со мной Я могу помочь тебе найти это И я подумал Вау, это первый раз в моей жизни Когда кто-то сказал, что видит что-то во мне И я начал работать на Сэма И каждый день после работы Он рассказывал мне о мире Об истории, культуре, философии И это было намного интереснее Чем то, что я узнал в школе Я узнавал много нового Я начал мечтать Представляете, впервые в жизни Я начал мечтать Через год я вернулся в старшие классы Сдал экзамены И пошел в колледж После успешного окончания колледжа Мне повезло с девушкой Но не с работой Я не знал, что хочу делать со своей жизнью У вас когда-нибудь была такая проблема? А когда ты потерял себя Трудно чувствовать себя особенным Так что я вернулся к своему классному отцу И сказал Знаешь, папа, я чувствую себя потерянным И он сказал Ты как твоя мать И тогда мой отец познакомил меня С этим странным клубом Со странным названием И странными людьми Ну я и начал Всем привет Меня зовут Дананжея И я потерялся И пока я разговаривал Я увидел странного человека Сидящего в заднем ряду Скромный, простой человек И я увидел неизменную доброту в его глазах Как только я закончил Он подошел ко мне Посмотрел мне прямо в глаза И сказал Сынок Я вижу в тебе что-то особенное Если ты будешь приходить сюда Два раза в месяц Возможно, ты сможешь раскрыть это в себе И я раскрыл Я понял, что могу и люблю говорить И это привело меня к тому Что я стал учителем Я нашел себя Благодаря словам тех людей Я знаю, каково это Когда ты на мели И когда не можешь оплатить счета Иногда посреди ночи Я просыпаюсь Бужу свою красавицу жену И спрашиваю ее Дорогая, почему ты вышла за меня? И она отвечает Я увидела в тебе что-то особенное Но до сих пор не знаю, что именно И вот благодаря тем людям И своей жене Я сегодня мечтатель Оратор И знаю, что такое безусловная любовь Я был сломлен Потерян Много раз в своей жизни падал Но люди смогли заглянуть В мусорное ведро И своими словами Снова собрать меня И если бы я не услышал От других Те слова поддержки Я бы никогда не нашел Их в себе сам Вот почему мотивация важна Неважно откуда И от кого вы слышите эти слова Но вспоминайте их всегда Когда вам тяжело И знаете Когда я смотрю на вас Я вижу Что в каждом из вас Есть что-то особенное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok